Всем привет! Продолжаем историю школы Гухуа в прошлой части. Мы остановились уже непосредственно перед воротами, и ключи у нас уже вроде бы как есть. И название квеста продолжения — это «Древние свитки и искусство меча Гухуа». Давайте, войдите в библиотеку. Да, напоминаю, что мы должны войти в библиотеку, чтобы найти какие-то странные свитки. Ммм, отпереть. Эта штука полностью проржавелая. Надо же, богатый сундук здесь доступен. Ну, как обычно. Ладно, оставляем всё лишнее здесь. Да, кстати, для тех, кто не в курсе, всё начинается, конечно же, здесь, внутри школы. Название я, ребят, всё не припомню, но, по-моему, просто «Школа Гухуа», если честно. То есть вы используете вот этот телепорт, заходите сюда, и выполнив, естественно, предыдущее задание, которое начиналось в порту Илун, вот на этом месте, у старика, соответственно, он вас сюда приведёт, и вы здесь потом начинаете вторую часть. Ну, грибы. Что? Ага. Манускрипты, комментарии. Понятно. Так. Что мы здесь должны сделать? Короче, здесь куча книжек, которые активные. Акцент на этом не будем делать, просто пойдём дальше. Вау! Там загадка. Ух ты, ебан! Ну, активировать. Ну, кажется, механизмы не реагируют. Может, стоит попробовать что-то ещё? А светлички здесь зачем? Ну, они сейчас и улетят, да? Ну, как обычно. Ой, что это нашёл я? Свобода! Копьё! Талисман! На нём вроде что-то написано. Наверное, это как какой-то витиеватый почерк. Нет-нет-нет-нет. Никакой не особый почерк. Паймон вообще не понимает, что здесь написано. А, все светлички просто испарились. О, я давно такое не встречал, если честно. Так, всякие книжки. Девятый меч Сюань-Лянь. Ну, ладно, я думаю, что это пока не очень важная информация. Под водой у нас тоже... У, подождите, вода должна спуститься. Короче, поехали, ладно. Мы здесь... Не пропускаем. Этого надо убить, да? Скорее всего. Жив? Серьёзно? Так, ещё одни свитки. Три деликатеса. Смотри, на пёстром буклете изображены и описаны три самые известные закуски порта и лун. Что ты упаянон аппетита разыгрался? Может, попробуем? Стоп, а откуда это в библиотеке? Так, это никак, к сожалению, нас не переведёт. А это что такое? Я не могу даже забраться. Годите. А, это супер-мега-свиток. А, записи гу-хоя есть. О, нам нужно было их активировать. Практикую технику путь светлого жала. По ошибке уничтожил все манекены. Ни денег, ни материалов. У меня есть идея. Я свяжу солому и сделаю собственные манекены. Собираю солому. Связываю солому. Устал. Практикую технику путь светлого жала. По ошибке. Так, подождите. Читать дальше. Скучно. Сидя во дворе, я почувствовал, что слегка проголодался. Я размышлял о том, что видел на днях. И вдруг меня озарило. Если я использую меч, я назову его путь лезвия дождя. Попробую на днях. Случайно упал, когда практиковал технику путь лезвия дождя. К счастью, обошлось без серьезных последствий. В голову пришла идея вырыть глубокий пруд под столбом. Это не только предотвратит травмы от падения, но и позволит разводить рыбу для пропитания. Купил у рыбаков несколько десятков рыб. Попытался их приготовить. Вкус непревзойденный. Следующие десять с лишним страниц посвящены подробному описанию способов приготовления рыбы. Некоторые из них даже сопровождаются иллюстрациями. Случайно упал, когда практиковал технику путь лезвия дождя. Получилось. Читать дальше. Копьем и мечом нужно владеть таким мастерством, словно неразборчиво. Так, сбоку есть комментарий третьего мастера. Вторая натура. И это истина. Все же ее нет. Как же она будет дарована? Как она будет явлена? Реконструировать библиотеку? Разработать проект внутри? И взгляни глазами. Наконец-то эта информация полезная. Взгляни глазами и соедини свитки знаний из четырех точек с палатами в четырех углах. Затем... Так, следующие строчки размыты. Сбоку есть комментарий. Так, почитать. Отправился от ранения. Малыш Бай навестил и принес козлятину и рыбу. Жирное, вкусное, без резкого запаха. Я попросил рецепт. Передал ему технику. Путь женица жизни. Записано здесь. На следующих страницах подробно написано различные способы приготовления козлятины. Фух, ё-моё, просто с ума сойти. Короче. О, смотрите, там что-то есть. А-а-а! Глазами посмотреть... Козлятина. У меня что-то появилось, кстати. Или это еще не все? Что я делаю-то хоть? Вот они. А, нет. Не то. Смотрите. Или то. Спустя где-то час я наконец-то понял, как нужно переставить эти свитки. И да, их, оказывается, можно переставлять. Вы не представляете. Смысл в том, чтобы, видимо, по цветам их расставить. Не, ну это полная дичь. Я, на самом деле, давно не пользовался чувством стихии. Но после того, как я нажал, я понял, здесь есть логика. Короче, синий свиток надо, видимо, сюда переставить. Мы тогда это делаем так. Смотрите. Цвет должен совпадать с цветом полки. Вот этот вот свиток, он, как я понимаю, мы его забираем и ставим. Сзади нас есть еще одна пустая полка. Туда мы временно можем поместить все, что угодно. Теперь, смотрите. Это синяя. О, капец. Если бы я знал бы заранее. Вы не представляете, целый час записи пришлось выкинуть просто. Фиолетовый. Фиолетовый у нас, вот он, свиток фиолетовый. Теперь ставим сюда. Ну и судя по тому, что у нас эти не совпадают, нам просто по цвету надо их поменять. Убрать местами, да? Берем вот так вот, ставим сюда. А этот ставим сюда. Синь. Есть, работает. Все? Уровень воды спустился? Может быть, мы и правда нашли наследие Гухо? Пойдем проверим. Это было просто жесть. Ладно, мы пока не мере справимся. Справились, молодцы. Продолжение, конечно же, будет. Она будет в следующем видео. Не забывайте подписываться, писать комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Смотрите видео до конца. Обязательно подписывайтесь на все каналы. Ссылки, которые вы найдете в описании к этому видео. Еще раз я напоминаю, каким образом можно было решить эту загадку. У нас есть пять полок. Одна из них пустая. Вон там. Куда можно будет помещать время на любой из свитков. Потому что их нужно будет распределить по цветам. Фиолетовый на фиолетовую полку. Синий свиток на синюю полку. Это, видимо, просто желтый на желтую. И оранжевый на оранжевую. А чтобы посмотреть, какой цвет имеет полка, вам нужно будет чувство стихии использовать. Какая кнопка отвечает на вашем устройстве за чувство стихии, я не знаю. Вы можете посмотреть в настройках игры. Но, тем не менее, я давно этим не пользовался. Честно слово, я даже забыл, что такая функция существует в этой игре. Вау. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok